Есть три уровня развития. Вы можете экстраполировать это на любые процессы, но я в данном случае говорю о музыке. Первый уровень — это изучение предмета и метода. На этом этапе мы изучаем то, что нам необходимо для создания музыки. Инструменталисты изучают искусство исполнения на музыкальном инструменте, люди, которые тянутся к какой-то инженерной или звукорежиссерской работе, изучают программное обеспечение, плагины и так далее. Второй уровень — это уже непосредственно создание какого-то музыкального произведения. Используя все те знания, которые получили на первом уровне, люди уже начинают создавать что-то свое. Второй уровень характерен большим количеством заимствований. Очень часто музыканты говорят такую фразу, что «я создал это произведение, вдохновляясь творчеством такого-то исполнителя». И третий уровень — это когда человек уже принял себя, когда человек уже является специалистом и проявляет именно свое видение. То есть, уже не стремится быть похожим на кого-то, уже делает то, как он чувствует, слышит или там видит. Интересно, что сегодня на третий уровень, по моим впечатлениям, выходят единицы. Большинство зависает на втором уровне. Еще не так давно, по крайней мере, в России было понятие такое. Было понятие американского звука, английского звука, немецкого звука. И артистов можно было идентифицировать. Ну, к примеру, группу Queen вы не могли перепутать ни с кем, благодаря вокалу Фредди Меркури и звуку гитары Брайана Мэй. То же самое, к примеру, с Астингом. Его вокал с кем-то перепутать невозможно. Поэтому вы сразу можете идентифицировать исполнителя. Сегодня же музыкант из Калифорнии и музыкант, к примеру, из Пакистана звучат одинаково. Дело в том, что все используют одно и то же программное обеспечение, одни и те же ВСТ-инструменты и одни и те же библиотеки сэмплов. И все это ведет к такому усредненному звучанию и отнюдь не помогает именно идентифицировать и запомнить артиста. Мне кажется, что в том потоке информации, в котором мы сегодня живем, вот такие свойства музыки, они необходимы. И стоит обратить на это внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok